Смотрите сегодня в программе. С выходом Open for Business в жизни симов появился еще один недостающий временной промежуток. Виртуальные человечки успели получить высшее образование и весело отметить начало взрослой жизни. Начать ими стратегии не с героев уже как бы и выделиться из общего ряда. В эту же кампанию попали и герои Мальгримии. Что ж, посмотрим, на что способны местные герои Посоха и Топора. Tomb Raider Legend — классический трехмерный боевик от третьего лица. Большую часть времени игроку предстоит заниматься акробатикой, повинуясь строгой сюжетной линии, регулярно отвлекаясь на стрельбу и решение логических загадок. Игра механоиды. Не являясь чем-то сверхоригинальным, игра сумела завоевать свою аудиторию и оказалась достаточно успешной. Иначе разработчики не решились бы на создание продолжения «Механоиды 2. Война кланов». Привет! Это ФАК, программа из трех букв, но с очень глубоким содержанием. Меня зовут Борик Ротер. Благодаря компании Мексис миллионы людей по всему миру наконец-то получили возможность прожить другую жизнь. В СИМС-2 можно было практически все — общаться с другими виртуальными поселенцами, готовить себе еду, валяться с бутылкой газировки на диване. Теперь каждый СИМ — хозяин своей судьбы, который может из-за штатного клерка превратиться в миллионера. The Sims 2. Open for Business. С выходом Open for Business в жизни СИМов появился еще один недостающий временной промежуток. Виртуальные человечки успели получить высшее образование и весело отметить начало взрослой жизни. Пора приниматься за работу. Но гнуть спину, работая на чужого дятю, не дело для СИМа с высшим образованием. Куда выгоднее и интереснее открыть собственное дело, сколотить огромное состояние и с презрением взирать на соседей, которые батрачат в вашем супермаркете. Настоятельно рекомендую устанавливать новое дополнение по верх-юниверсити и Nightlife. В этом случае вы не только сохраните старые возможности, но и получите доступ к призовым предметам и карьерам. Стоит отметить, что приятные нововведения не ограничиваются возможностью открыть свое дело. Внутри Open for Business кроются поистине бездонные возможности. Пожалуй, это первое дополнение, которое вносит в игру кардинальные изменения, а не ограничивается набором новых предметов и второстепенных возможностей. Мексис пошла на несвойственный ей шаг, добавив в СИМС 2 элементы настоящего экономического симулятора. Эта ядерная смесь при ближайшем рассмотрении оказывается настолько захватывающей, что сев поиграть пару часиков, вы рискуете очнуться через пару дней со стойким желанием взять в банке ссуду и открыть свой собственный цветочный магазин. В какой-то мере игру стоит рассматривать как тренажер для начинающих бизнесменов. В официальной продаже игра появилась 2 марта 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 750 МБ на жестком диске. Зная нравы американцев, можно смело предположить, что через некоторое время Open for Business станет обязательным для всех американских студентов-экономистов. В игре появился специальный район – шоппинг-дистрикт, заполненный всевозможными магазинами, клубами, ателье и ресторанами. Это райское место великолепно подойдет не только для любителей походов по магазинам, но и для бизнесменов. Придумать более удачную площадку для старта своего дела просто невозможно. Из прочих интересных нововведений хочу отметить обилие многоэтажных построек и лифты, которые освободят симов от необходимости топать по лестнице. Разумеется, что дело не ограничилось возможностью открыть свой парикмахерский салон. Разработчики не забыли о новых предметах и взаимодействиях между виртуальными человечками. Хотя виртуальный бизнес во многом избавлен от недостатков бизнеса реального. Стать миллионером за пару дней или даже недель у вас не получится. Сначала придется разобраться во всех тонкостях деловой жизни симов и выбрать бизнес по своему вкусу. Спектр возможностей колеблется от цветочной лавки или семейного кафе до автосалона, спортивного центра или супермаркета. Но как бы вы не стремились к богатству, помните, что у Сима есть по-прежнему чувство желаний и потребностей. Если он целый день будет посвящать работе, это не сделает его счастливее. Даже шуршащие в бумажнике симолеоны не заменят дружеского общения с соседями и родственниками. Не зацикливайтесь на деньгах, ведь они приносят счастье лишь тогда, когда их тратят. Перейдем к вашим вопросам. Если не берут фамилию мужей, значит это было только венчание. Нужно бракосочетание. Некоторые виды бизнеса доступны только обладателям других дополнений. Например, для организации автосалона потребуется Симс 2 Nightlife. Обычно стоит выбирать узких специалистов, а не универсалов. Во-первых, сэкономите на зарплате. А во-вторых, один Сим все равно не сможет одновременно стоять за кассой и создавать букеты. Если вы выбрали домашний бизнес, то менеджер будет вам недоступен. При бизнесе первого ранга Симу потребуется несколько часов, чтобы побеседовать с менеджером. На то, чтобы следить за предприятием десятого ранга, уйдет не больше получаса. Подиум для продажи автомобилей единственное место, за исключением гаража и дорожки у дома, где может стоять автомобиль Сима. Герои! Куда же без них? Они неизменно спасают одиноких красавиц, огромные государства и целые планеты. А кем бы они стали без этого? Уж точно не героями. В последнее время это слово стало популярным в названиях игр. Начать ими стратегии не из героев, уже как бы выделиться из общего ряда. В эту кампанию попали и герои Мальгримии. Что ж, посмотрим, на что способны местные гении посоха и топора. Первый брошенный взгляд порождает недоуменный вопрос. Так вроде же пятые герои должны быть трехмерными. Но уже на второй взгляд все становится не так просто. Сохранив внешний вид игры про образы, разработчики попытались максимально отдалиться от нее. И первое, что они сделали, дали возможность игроку самостоятельно строить города и замки. Более того, часто на картах нет вообще ни одного города. И ничего, пока существует хотя бы один герой, вы еще не проиграли. Второе отличие. Города не производят войска. Они плодят крестьян, своего рода новый источник ресурсов. А уж из них можно воспитать войска, вложить их в строительство или взять с собой для вырубки лесов. И вот из этой пары кирпичиков и растет весь дальнейший фундамент игры. В официальную продажу игра поступила 2 февраля 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 1,5 ГБ на жестком диске. Для начала вам предстоит сделать выбор между магом, алхимиком и воином. Это не герои, это направление развития. У каждого будут свои ограничения и преимущества. При некоторой ловкости вы сможете привить своему магу способности алхимика и воина, и наоборот. Другое дело, что сделать это довольно сложно. Первая новость. Герои бывают двух типов. Это полноценные полководцы. Например, начальный герой и наемники. Полководцы отличаются тем, что служат на голом энтузиазме и обладают пятью ячейками под специализацию. Наемники же не только требуют денег за свое участие в боевых действиях, но и имеют всего три ячейки. Ими становятся все герои, нанятые в городах. Впрочем, каждый наемник почему-то мечтает стать полководцем. Для этого достаточно достичь пятого уровня и найти памятник герою. После этого можно везти туда своих корыстолюбцев целой толпой и всех их переводить на бесплатную основу. Привычного для нас деления на магов, воров, воинов и прочую публику нет и не предвидится. Уж как сами воспитайте. Если у вас из имущества останется всего один наемник, он все равно будет считаться героем. И поражение будет по-прежнему далеко. Хотя автоматически в полководце не переведется. Второе новшество. Система подсчета опыта и выдачи специализаций. Дело в том, что изначально у героя пять ячеек подспособности, которые заполняются не от того, что герой достиг очередного уровня, а от того, что он набрал достаточно опыта, чтобы получить ту или иную специализацию и прокачать ее. Опыт коварно делится на четыре категории, в каждую из которых поступает своя струйка. Магия, боевые действия, движение и созидание. Если занимаетесь магией, то будет расти запас магического опыта. Бьете врага булавой, значительно повысите опыт в области боевых действий. Просто бездумно носитесь по территории, получите очки в движении. Ну а те, кто периодически навещают города и что-то там строят, станут обладателями больших цифр в графе созидания. Ну что еще можно сказать? Человек однозначно царь игры. Здесь он за счет некой несбалансированности фактически бог. Единственный и неповторимый. Играть кучей магов скучновато, но посмотреть на ряд новых идей и принять их во внимание, безусловно, стоит. Возможно, что очень скоро они появятся и в других играх. А теперь перейдем к вашим вопросам по прохождению игры. Если ваш герой захватил небольшую армию при помощи дипломатии, а места в войске больше нет, то бесхозные войска можно оставить на местности в виде лагеря. Через некоторое время они самостоятельно соберут свои пожитки и утопают в ближайший замок. Лишние здания вы построить не сможете. В списке алхимика не будет построек от мага. Но можно притащить их знания издалека и создать город с полным и абсолютным развитием. Есть еще одна загадочная штука под названием плотина. Смысл ее неизвестен. Можно только построить и любоваться. Не обрубленный хвост или задумка, которая осуществится в будущем? Смотрите во второй части программы. Tomb Raider Legion — классический трехмерный боевик от третьего лица. Большую часть времени игроку предстоит заниматься акробатикой, повинуясь строгой линии сюжета, регулярно отвлекаясь на стрельбу и решение логических загадок. Игра Механоиды. Не являясь чем-то сверхоригинальным, игра сумела завоевать свою аудиторию и оказалась достаточно успешной. Иначе разработчики не решились бы на создание продолжения. Механоиды 2. Война кланов. Сейчас во многих странах при поддержке Samsung проходят отборочные турниры всемирных компьютерных игр. В следующей программе смотрите отчет о российском турнире. Вы узнаете, кто стал сильнейшим геймером России и кому достались призы от Samsung. Следующая игра, о которой я вам расскажу, это Tomb Raider Legend. Классический трехмерный боевик от третьего лица. Большую часть времени игроку предстоит заниматься акробатикой, повинуясь строгой линии сюжета, регулярно отвлекаясь на стрельбу и решение логических загадок. Чтобы не наделать новых ошибок и не угробить сериал окончательно, новые родители решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Вместо сомнительных реформ и экспериментов — возврат к истокам, к изначальному варианту Tomb Raider. Точнее, даже к изначальной атмосфере, потому что сам геймплей как раз требовал большой переработки. Руководил разработкой Тоби Гард, отец Лары, который покинул Core Design, сразу после выхода первой части Тамбовского рейдера. В легенде все практически как в первоисточнике. Снова молодая Лара, снова дикие джунгли, гробницы, водопады, короткие шортики, два револьвера и акробатические прыжки через пропасти. Из нового, что появилось в Ларийскеном арсенале, можно отметить разве что магнитный крюк, при помощи которого можно ловко цепляться за металлические платформы и раскачиваться над оврагами. Теперь о графике. Что тут говорить, вы и сами все видите. Никогда еще Лара Ивановна не выглядела так сногсшибательно. Готовьтесь к очередному апгрейду. Чтобы Ларе было просторно на вашем компьютере, позаботьтесь о том, чтобы внутри него билось 3-гигагерцовое сердце. 512 мегабайт оперативной памяти уже мало, а гигабайт в самый раз. Видеосистема — это отдельная песня. В принципе, достаточно и четвертого GeForce, но вы не увидите того, что могут лицезреть счастливые обладатели карточек с поддержкой шейдеров третьей версии. Графический режим Next Generation доступен только самым-самым. Например, GeForce 7800 или Radeon X 1800. Наверное, именно для всей этой графики и требуется 8 гигабайт жесткого диска. Пристрастие Лары к таинственным артефактам и пыльным гробницам никуда не делось. Что же наша красавица ищет на этот раз? Как всегда, некий артефакт, а точнее меч, который был разбит на много частей и разбросан по всему миру. Знакомая история? Самое время собираться в путешествия. Впереди нас ждут захватывающие приключения в Европе, Азии и бог знает где еще. Без донного рюкзачка, в котором помещались десятки аптечек, и арсенал целого армейского подразделения больше не будет. С собой Ларат ныне может носить только два вида оружия, старые добрые пистолеты и что-нибудь крупнокалиберное. Также у нашей героини появились гранаты, скалолазный крюк, бинокль с режимами инфракрасного и ночного видения, фонарик и наушники с микрофоном. Помните, в начале программы я рассказывал вам про персидского принца? Теперь мысленно меняем местами наших героев. И что мы видим? Никакой разницы. Игровой процесс практически полностью идентичен. Вместо мячей, пистолеты, колесницы мутировали в мотоциклы, а бесконечные прыжки так и остались бесконечными прыжками. Но все же Лара, на мой взгляд, куда симпатичнее. Tomb Raider Legend — это такое переосмысление классики, возвращение к истокам, к той Ларе, которую мы знали задолго до Angel of Darkness. Играть интересно, архитектура уровней стала продуманнее. Но все эти прыжки и гробницы замучили до смерти, а головоломки и акробатиков чистую проигрывают Prince of Persia — The Science of Time — трехлетней давности. Но это все-таки Лара, и в такой хорошей форме мы не видели ее уже очень давно. Вернуться к ней после стольких лет разлуки приятно. А если у вас возникли какие-то проблемы с прохождением, смотрите дальше «Помогу, чем смогу». Еще один интересный вопрос задает игрок под ником Петруччо. У него возникли трудности с боссом в гробнице Артура. «Как убить эту тварь?» — спрашивает он. «Дайте руководство». «Да на здоровье!» «Берите!» Слева и справа от твари есть по два колокола. Если выстрелить по одному из колоколов, он начнет сильно звонить. Тварь отличется от тебя на секунд десять и будет интересоваться только колоколом. Рядом с ним есть рычаг. Жмешь букву «Г» — убрать оружие и цепляешь рычаг магнитным крюком. Тянешь на себя. На рыбу упадет что-то наподобие ловушки, отобрав у нее четверть здоровья. Потом надо повторить операцию три раза с другими колоколами. Подобных загадок в игре пруд пруди, поэтому мы еще не раз вернемся к нашей старушке Крофт. Обещаю, разлука будет недолгой. «Механоиды 2. Война кланов». Со времен первой части на полигоне многое изменилось. Неизвестный источник породил процесс реформации, после которого у механоидов появились новые способности. Мир стал совсем другим. Некоторые силы, вроде Наблюдателя и Супера, исчезли в неизвестном направлении. Некоторые утратили былое могущество. Отныне правила устанавливают новые кланы, ведомые могучими механоидами пятого поколения. Именно в это время на полигон возвращается полулегендарный герой, который в перспективе способен подмять под себя все существующие кланы и группировки. По совместительству он главный герой игры. Люди, создавшие сюжет и вселенную игры, заслуживают самой лестной оценки. Поэтому вслушивайтесь, вчитывайтесь и вдумывайтесь. Нет, конечно же, вы сможете комфортно играть и не вникая в местную историю, но удовольствие от процесса в этом случае будет на порядок ниже. Игра разработана компанией Skyriver Studios. В официальную продажу игра поступила 17 февраля 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске. Первое важное решение, которое предстоит принять, — выбор базовой профессии. Игра не требует узкой специализации, так что выбор влияет лишь на ваш первый глайдер. К счастью, уже не придется начинать с примитивного ястреба. Даже простейший летательный аппарат способен на многое. Курьеры получат молнию, торговцы будут распоряжаться с корабеем, воины оседлают Монтикору. Что делать в первую очередь? Сперва стоит взять какое-нибудь задание по доставке груза или сообщения. Это поможет быстро исследовать мир. Стрелка на радаре покажет направление движения, и попутно вы освоитесь в полигоне. Если в задании сказано найти определенного механоида, не забудьте установить на него пеллинг в сети. Не стоит откладывать на лучшие времена первые сюжетные задания. Они лишь знакомят с положением вещей и ставят цели. Нечем заняться? Попробуйте заработать денег. Это развлекает. Первый способ разбогатеть. Взять задание на базе. Комментариев не требует. Достаточно внимательно читать инструкции. Кстати, времени на выполнение задания стало меньше по сравнению с первой частью. Второй способ. Ограбить другого механоида. Важно не забывать, что не всегда победитель наслаждается плодами своих действий. Иногда шустрый зритель успевает подобрать выпавший груз раньше воина. Кстати, роль шустрого зрителя годится и для нас. Не забудьте о радаре. Полезные вещи отражаются на нем сиреневыми точками. Третий способ. Торговля. Каждое здание в чем-нибудь нуждается. Большинство что-нибудь производит. Цель торговца — отвезти товар от производителя к потребителю. Цена зависит от того, сколько товара уже есть в здании. Важный параметр, позволяющий оценить обстановку, разницу цены и себестоимости. От основной проблемы игра, к сожалению, не избавилась. Несмотря на внушительное число локаций и миссий, она быстро приедается. Вторым. Механоидам не хватает увлекательности, которая могла бы удержать игроков до завершения сюжета. Впрочем, если вы сторонник свободы действий и играли в первых механоидов, да еще остались довольны, смело покупайте эту игрушку. А я помогу вам парой советов. Итак, перейдем к вашим вопросам. Как победить механоида, не уничтожая его глейдер? Жмите льду, там будет опция. Если кристаллов много, то механоид перейдет к тебе живой и здоровый. Если вам не нравится управление и ваш глейдер сильно закручивает, отключите опцию авторазворот. Самое высокооплачиваемое задание в игре — это доведение механоида до состояния перехода. За него дают от 150 тысяч до 400 тысяч. Второе задание в рейтинге по оплачиваемости — это сопровождение грузовой платформы — 50-80 тысяч. И третье — это уничтожение и доставка механоида — 20-60 тысяч. Еще один вопрос. Как довести врага до перехода? Довести врага до перехода значит сделать так, чтобы его рейтинг стал равен нулю. Рейтинг механоида на глейдере указывается в звездочке. Долетев до механоида, уничтожаем его глейдер и подбираем механоид. Летим в ближайшее здание и оставляем его там. Вылетаем из здания и ждем, когда механоид появится на новом глейдере. Он может появиться где угодно в данном секторе. После чего повторяем вышеописанные операции еще несколько раз, в зависимости от рейтинга механоида. Не вздумайте уничтожить глейдер в воде. Если механоид попадет в воду, то придется очень долго ждать, когда его вытащит спасатель. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Напоминаю вам свой e-mail. С вами был Борик. Увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok